Издательство Бомбора. Океан книг. Куриный бульон для души. Истории для детей. Джек Кенфилд, Марк Хансен, Лиэн Тимон. Вступление. Нам всем катастрофически не хватает времени. Иногда сложно выкроить полчаса, чтобы поговорить со своим ребенком по душам, поделиться с ним примером общечеловеческой мудрости, рассказать о достойном поступке. А иногда мы просто не знаем, что рассказывать, какой жизненный урок преподнести, чтобы помочь ребенку вырасти счастливым. В огромном потоке информации, которая обрушивается на нас каждый день, очень непросто выбрать то, что укрепит детский характер, заложит правильные ценности, сформирует нужные приоритеты. Материалистичный мир настойчиво требует от нас добиваться успеха и быть во всем первым. Именно это и представляется нам счастьем. Однако важно научить своих детей думать не только о собственном благе, но и о благе окружающих. Быть первым, конечно, здорово, но вот беда. Первый всегда только один. Поэтому так важно показать ребенку, что существует много вариантов счастливой, яркой и насыщенной жизни. В этом, собственно говоря, и заключается жизненная позиция, которая легла в основу книги «Куриный бульон для души. Истории для детей». Все истории в ней реальны. Каждая содержит урок, на получение которого могут уйти годы. Но учитель, родитель или освоивший грамоту ребенок способен прочитать ее вслух всего за несколько минут. Во всех историях, без нравоучений и ненужного морализаторства, простым и легким языком рассказывается, как важно быть честным, добрым и относиться с пониманием к окружающим. Об этой книге ваш ребенок будет говорить друзьям и, обсуждая ее вместе с ними, начнет потихоньку переосмысливать опыт детских лет и, может быть, даже вспоминать случаи из жизни и вашей семьи. «Куриный бульон для души. Истории для детей» научит ребенка справляться с трудностями и покажет, как это приятно — быть смелым, щедрым, добрым человеком и верным другом. Помощь вдали от берега «Именно наш выбор, а не наши способности, определяет то, кем мы являемся на самом деле» Джоан Роулинг, писательница, автор книг о Гарри Поттере Работая веслами, Тодд и Брэд отправили свою лодку, склеенную из картонных упаковок из-под молока, к линии старта гонки. «Слушай, Тодд!» — сказал другу Брэд. «В этом году мы обязательно должны выиграть. Наша лодка лучшая!» «Да, у нас хорошие шансы», — ответил Тодд и кивнул. «Нам сейчас уже по двенадцать. Мы последний раз выступаем среди детей младшего возраста. Если мы решим участвовать в гонке в следующем году, то выиграть у ребят, которые на старше, будет гораздо сложнее». «Точно!» — согласился Брэд. «Так что смотри, боремся за первое место. Второго, как в прошлом году, нам не надо, верно?» Тодд снова кивнул другу в ответ и похлопал рукой по борту лодки. Они ее мастерили несколько месяцев в гараже Брэда. Разворачивали и склеивали сотни коробок из-под молока, чтобы потом сделать из них корпус. Соревнование, в котором участвовали друзья, организовала местная ассоциация молочных фермеров. Каждый год оно проходило на озере. «Послушай», — сказал Брэд, «соперники в этом году у нас совсем слабые, поэтому как только дадут сигнал, нам надо грести изо всех сил и не снижать темп, пока мы не пересечем финишную черту». «Договорились», — ответил Тодд и посмотрел на конкурентов. К этой гонке ребята построили самые разные и подчас очень смешные лодки. Тодд внимательно глядел на соседнюю шлюпку, в которой сидел невысокий мальчишка, наверное, не старше восьми лет. В гонке участвовали ребята, которым уже исполнилось восемь. У этого парня была совсем плохонькая лодка, которая так и норовила уплыть куда-нибудь в сторону. «Брэд, смотри», — сказал Тодд, показывая веслом на мальчишку. «Видишь того парня? Он совсем один». «Он, наверное, сам свое корыто и построил. Глянь, какое! На нем точно далеко не уплывешь». «Действительно», — подумал Тодд. Лочонка у него хлипкая. И покачал головой, представив, как много часов ушло у мальчишки, чтобы ее сделать. Раздался сигнал к началу гонки. Тодд опустил весло в воду и принялся грести. Брэд, сидевший на носу лодки, тоже греб изо всех сил. Мальчики уверенно вырвались вперед, оставляя позади конкурентов. «Не снижай темпа! Греби! Мы всех опередили!» — возбужденно кричал Брэд товарищу. «Ничего себе!» «Мы выигрываем!» — подумал Тодд, оглядываясь по сторонам. «Мы вырвались вперед!» Впереди замаячила линия финиша. До нее было еще далеко, но их лодка шла с большим отрывом от остальных. Тодд на секунду перестал грести и повернулся, чтобы посмотреть, как идут дела у мальчика, который был рядом с ними на старте. «Брэд!» — крикнул Тодд приятелю. «Тот мальчишка практически вперед не продвинулся. Его лодку сносит в сторону. Он вообще не умеет ей управлять!» «Ну и что?» — не оборачиваясь, ответил товарищу Брэд. «Нам-то какое дело? Мы же выигрываем!» «Да, мы выигрываем!» — подумал Тодд. Но он никак не мог выбросить из головы воспоминания о том, как они с Брэдом в первый раз участвовали в этой гонке. Тогда им обоим было по девять лет. Они не умели грести, и их лодка была очень плохо сделана. Судно так и не доплыло до финиша и затонуло где-то на полпути к нему, а друзья, вернувшись на берег, расплакались. «Ему надо помочь!» — прокричал Тодд. «Ты что, с ума сошел?» Брэд настолько удивился, что вытащил весло из воды и обернулся. «Давай не отвлекаться! Мы выиграем эту гонку, если продолжим грести! Кто нам этот мальчишка? Сам виноват, что не умеет управлять лодкой!» «Я вспомнил времена, когда мы с тобой были такие же, как он!» ответил Тодд. «Я собираюсь ему помочь, даже если ты откажешься!» Тодд откинул весло и свесил ноги с бортика, готовый в любую секунду броситься в воду и плыть к мальчишке в неуправляемой лодке. «Эй, постой!» — остановил его Брэд. «Если ты уплывешь, я один точно не выиграю!» «Если ты мне поможешь, то мы сможем пересечь финишную черту вместе с ним», ответил другу Тодд. Брэд с удивлением посмотрел на Тодда, а потом на догонявшую их лодку ближайшего конкурента. «Ладно!» — ответил он. «Ерунда все это, но у меня нет выбора. Давай плыть к тому парню!» Брэд с Тоддом быстро развернули лодку и поплыли в сторону мальчика-неудачника, чью шлюпку сносило к центру озера и у которого вообще не было шансов дойти до финиша. «Кидай нам свой швартовый канат!» — закричал Тодд мальчику, когда они приблизились к нему. Малет со слезами в глазах бросил канат. Тодд поймал веревку и привязал крюку на корме. «Все, плывем назад!» — крикнул он Брэду. Тодд начал грести и, повернувшись к мальчику, прокричал. «Мы дотянем тебя до финиша на буксире!» «Ну и мысль у тебя в голову приходит!» — ворчал Брэд. «Мы бы выиграли, если бы ты не придумал все эти ерунды, а теперь точно проиграли!» Он показал рукой на десяток лодок, находившиеся гораздо ближе к финишу, чем они. Тодд посмотрел на мальчишку в неуклюжей лодке, которая, наконец, двигалась в нужном направлении. «Спасибо!» — сказал мальчик Тодду. «Без вас у меня бы ничего не получилось. Мне очень жаль, что теперь вы не выиграете!» «Не переживай!» — ответил ему Тодд. «Прийти первым — не самое главное!» Мальчик улыбнулся и кивнул. Тодд был рад тому, что они с Брэдом помогли ему. Хитр классен. Продолжение следует...